Это с этого начинается всегда. Если бы я был руководителем, а ты был бы у меня здесь, то это был последний день твоей работы. Но когда-то жена отвалилась, ее же надо было приделать, жестянка. С этого начинается бордация. Включи вон тот вентилятор. Если вы будете втирать очки, помыл, покрасил тут и так далее, и меня проведя, вы не на того нарвались. Я же тебе не сразу сказал включить этот вентилятор, потому что я был уверен, что он не работает. Система жду. А где после расстона? После расстона. Где? В начале. Вот там у вас венцами в этом? Это после расстона у вас короны? Покажи мне их. Вот эти все. А где телята? Телята в отдельности. Мы отнимаем их буквально. Вот это после расстона все? Все. Что у тебя с этой коровой? Это ненормально. Храйне ненормально. Очень много было замечаний по этому комплексу. Мы разбирали тут уже. Нет, эта корова, она еле живая. Ты же видишь, как она двигается. Это и он, тая. Выправляем ситуацию, Оксана Валовича. Зачем вы меня сюда привезли? Чтобы я сейчас в службу безопасности поручил одеть вам наручники во главе с ним. Да здесь никогда никто не убирает по-человечески. Если навоз высохший на скотине, это значит, она жила в грязи и лежала, отдыхала в грязи. Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю. Разберется. В чем разберется? В технологии. Он считает, что это нормально. В чем он разберется? Здесь должно быть сухо, чисто. Понимаешь? Сухо, чисто, ежеминутно, ежечасно. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закоррела все там. Пойдешь. В принципе, без конкурса. В принципе, это непонятно. Сколько падешь по показателям у тебя? Две головы. Что две? За месяц. За месяц. Это не показатель. А за месяц, может, тебе две коровы расселилось? Нет. У нее в день телится. Пять-шесть. Что еще здесь, на этой территории? Вот комплекс этот. Что еще? Еще комплексы, двор временно, постановки, техники. У нас все, кто нам не нужен свободный, поедем на машинный двор. 2001 года комбайн. И что, он уже у вас не выдержан больше? Да, ВИФ-2. Это комбайн с Новоградишцевского и наш, с 2-1. Делали, собрали. Сколько этот комбайн не работает? Два года. В прошлом году он не работал. В эту уборку он не участвовал. Понятно, но под забором стоит с какого года? Нет, вот разобрали. Разобрали вот в этом году. Дмитрий Васильевич, запиши номер комбайна и уточни. Одного и второго импортного комбайна этого. Это чай комбайн? Джон Дир? Да, Джон Дир, да. Уточни. Сколько он не работает? Джон Дир работает, всю жизнь работает. Приводы тут хоть работают? Работают. Где он работает? Он раком стоит у тебя. Он уже не будет работать, он заржавел. Это новое еще, я вижу. Нет, это не новое. Это уже металлолом. Ну, восстанавливать надо делать. Ну, это на хранении техника, я правильно понимаю? Понятно. У тебя захламлены все сараи, а на хранении под небом чистым валяется. Это по-хозяйски разве? И он же тут наводил порядок, говорит. Подсобки не зашел, а вчера наводил порядок. Так это главное. То, что еще живое, надо было спрятать под крышу. Ну, понятно. Ну, это тоже типа гараж. То есть, чистовая техника хранится? Нет, нет. Сразу выбрали надо. Ты как же сеешь? Правда, уже сеешь. Ну, что? Не сеешь? А чего? Ну, не получилось. Так как поставили ее, она стоит уже, наверное, лет пять. Так а зачем вы покупали? Ну, не знаю, это не покупали, это не юбилейная, но все ее просто. У нас здесь она осталась. Илья Васильевич. Да. Значит, чтобы научить других возбудить уголовное дело. Вот. Посмотрите по бухгалтерии, что у них числится. Что они списали, так сказать. Ну, обстановку эту вы видите, я вам ее показал. Значит, возбудите уголовное дело. От механизатора до председателя райисполкома должны получить оценку. Понял. Ты когда был в последний раз в этой мастерской? Честно только. А то я уточню. В этой мастерской нет намеку в горе. Сколько это погрушечек на ремонте? Этот погрушечек стоит на ремонте 4 месяца. А тот? Тот недели еще нет. Так на комплексе погрушечек нет? Нет, есть там погрушечек. Там другие погрушечки работают. Двигатели оплатят. А почему 4 месяца стоит? Ну, разобрался, двигатель оплатил. Ну, почему 4 месяца стоит? Излишек погрушечек, необходимость разобрались, сдали двигатель. Он отвечает, излишек погрушечков, поэтому пусть стоит. Дай, какие излишек. Помотивы бы стоит, надо опускаться. Оплатили. Делиться. Ты знаешь, я в советские времена такого не видел. Ну, очередное кладбище, я правильно поняла? Что там? Катки, прокатки. Ну, бери, катай. Сейчас найдем тебе убыточное хозяйство. Бери, будешь катать. Дешевле обойдется. Ты и он по одному хозяйству. Грузы будут у вас с начальником. Мне сейчас же к вечеру, чтобы на столе здесь лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих, тут еще были люди, которые за это должны были отвечать, конкретные. Понятно? Всех под нож. Всех до единого. Леонид Васильевич, уголовное дело возбудить по всей строгости закона. Ко мне не обращайся. Виноват наружники сразу в следственный изолятор. Ты понимаешь, что я сказал? Детянов сюда переходит руководителем. Может, мы с ним сработаемся. Лавренкова вернуть в Словский район исполняющим обязанности. Пока будем руководителя искать. Без помощника обойдемся пока. Понял. Наш святюнов. Два месяца. Всех построить. Хочешь на лбу, напиши номера всем, начиная от Сергея и всем остальным. Через два месяца я пройду все эти хозяйства. Выстроить систему так, как я сказал. Выстроишь, сработаешь, махину эту толкнешь, будем говорить о будущем. Не дай бог не справишься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok